Ну а мы сейчас пройдем в номер. Посмотрим, что там есть интересного. Соответствует ли он уровню Deluxe. Значит, вот в восьмиэтажном здании есть центральные два лифта и вот здесь вот с левой стороны есть еще один лифт. Можно с торца подняться и на одном лифте зайти, вернее, с торца и на одном лифте подняться. А здесь два лифта у нас присутствуют. Очень хорошо. Лифты качественные, очень быстро ездят. Также, значит, нас здесь хризантемы встречают. Две огромные вазы. Народу никого нету. Этот первый уровень называется, значит, уровень G. Граунд. Земля, я так понимаю. Мы, значит, поселились на четвертом этаже. Можно посмотреть, какой лифт шикарный. На 15 персон или тысячу килограмм рассчитан. Mitsubishi Electric. Реально такой очень красивый. Пойдемте в номер. Посмотрим. Надеюсь, нам его прибрали. Открывается, значит, номер вот таким чиповым пластиковым ключом. Очень удобным и современным. Вставляем его в пластиковый кармашек и, значит, зажигается свет. У нас встречают сразу же высокие двери. Значит, основная дверь оборудована даже, значит, доводчиком. Очень приятно. Ванная комната, дверь в ванную комнату, значит, дверь ПП сделана. Откатывается, то есть не открывается. Значит, в коридор сюда не крадет пространство. Очень продумано. Значит, так же здесь есть, значит, место, куда можно положить чемодан, сложить, значит, обувь. Давайте пройдем в ванную. Посмотрим, что здесь. Значит, в ванной комната разграничена, значит, туалетом и непосредственно самой ванной разграничена, значит, стеклянными перегородками. Очень красиво, значит, эстетично выглядит. Значит, в туалете предусмотрен даже телефончик, то есть в случае чего можно, значит, принять звонок. Вдруг, если срочно вас потеряли, там какие-то вопросы к вам есть. Значит, давайте пройдем в ванную, посмотрим, что здесь нас ожидает. Прошу прощения за небольшой колхоз. Повешили здесь веревочку, значит, вещички детские сушить. Здесь есть, значит, как обычный душ, причем он тут, значит, классический, то есть такой обычный, на обычном шланге. И вот такой, значит, высокий есть, то есть встаешь под него и как под дождиком тебя поливают. Очень удобно. Ванна, значит, пластиковая, цвета такого белого металлика, искрящегося, очень красиво. Здесь тоже, значит, предусмотрен душ. Вот такой, значит, он с рулонным шлангом сам скатывается. Сам скатывается, закатывается. Значит, есть кран, можно набрать в ванну, полежать, понежиться в ванне. И, что для меня очень удивительно, три барашка имеется. То есть я не понимаю, что здесь, что почем. Какие-то тут, не знаю, сложности они придумали. Ну, это ладно, ничего страшного. Есть, значит, рулонная штора. Можно, значит, ее открыть, отгородиться, значит, от основной комнаты, чтобы вас никто не видел. Очень, кстати, красиво, значит, выглядит стена вот эта вот стеклянная между, значит, ванной и основной комнатой. Так, ну, давайте пройдем, значит, дальше. Раковина основная, то есть очень тоже большая, комфортная. Все здесь есть. Каждый день, значит, наполняют все, значит, принадлежности. Значит, крема, шампуньи, ватные палочки даже есть. Набор, значит, для кройки и шитья. Тут с пуговичками и булавками, нитками. Также тут есть, значит, какие-то ватные диски. Вот, зубная паста, зубные щетки. То есть, ну, полный набор всего, что вам захочется. То есть, в принципе, все это с собой можно сюда не тараканить. Также, значит, есть фен, что очень приятно. То есть, вышел волосы, подсушил, все, пошел. Ну, это, в принципе, стандартно, это есть везде. Об этом даже не буду заострять внимание. Вот. Так, а, еще один момент упустил. Вот это вот интересная, значит, затычка раковины. То есть, воду набираешь. Как тут, чтобы она уходила? Непонятно, тут где. Тут обычно какой-то рычажок есть с обратной стороны крана. Здесь этого нету. То есть, какие-то квесты нас постоянно окружают. Но все гораздо проще. Вот таким простым нажатием, значит, все, вода уходит. Очень интересно. Для этого мне нигде, значит, не попадалось подобное решение. Так, затем, значит, шкаф. Давайте посмотрим. Шкаф довольно-таки просторный, большой. Значит, в шкафу есть тапочки. Вот такие вот. Значит, на каждого хорошие, качественные, махровые тапочки. Давайте я их одену. Ну, что, пол холодный. И лучше в тапочках идите. Есть, значит, вот такая ложка. То есть, очень тоже приятно и заботливо. Значит, со стороны вьетнамцев. Есть, значит, зонтик. Так как здесь, значит, периодически бывают, значит, проливные дожди. Они позаботились. Значит, положить сюда зонтик. Также есть бесплатный сейф. Сейф очень большой. Так, секунду. Есть большой сейф. Влезает все, что угодно. Все большие, значит, какие-то... Даже вот, например, зеркальный фотоаппарат продемонстрирует. Легко и непринужденно, значит, залазит без всяких проблем. Простым движением закрывается. Вот. Ну, вешалки тут все, в принципе, достаточно для двоих. Значит, даже с ребенком этого выше крыши. Вот. Стол основной такой зеркальной столешницы. Видно, что у вас там в ящике лежит. Есть ночмини-бар, который пополняется ежедневно. Когда они ночью бирают номер, пополняется вот такими соками. И две пепси с Иванап и Меринда. Очень удобно. Есть открывашечка. Каждый день это все вам будет пополняться бесплатно. Значит, есть чайник. Можно попить чайку. Значит, кофейку тоже. Это все каждодневно, значит, пополняется. Чай Дилма. Хороший, как бы не дешманский. Приятно радует. Значит, сахар. Ложечки. Две кружки. И обычные стеклянные стаканы. Также воду пополняет. То есть, проблем с водой вообще никаких не возникает. Вот. Основная комната. Таким вот образом она выглядит. Довольно-таки просторная. Реально. То есть, ничто не смущает, значит, каких-то пребывания гостей здесь. Шириной где-то она порядка. Ну, я думал, сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре. Метров пять шириной. И где-то, ну вот, не считая коридора, да, вот отсюда. Где-то смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, метров пять где-то, значит, длиной. И плюс вот такой, есть треугольный выступ, где, значит, есть диван. Диван со стеклянным столиком. То есть, тоже очень удобно, если вы вдвоем с ребенком отдыхаете. То есть, есть место, где присесть, отдохнуть. Очень, на самом деле, удобно. Также есть, значит, письменный тип столик макияжный. Тоже вот у него здесь, значит, с стеклянной столешницей, значит, выдвижной ящик. Очень удобно. Сту, само собой, как вы видите. Вот, балкончик. Давайте пройдем на балкончик, посмотрим. Балкончик, в принципе, не такой большой. Но, в общем-то, выйти, подышать свежим воздухом, вечерком или ранним утром, полюбоваться, значит, морским пейзажем, это никаких проблем не доставляет. Вот, вид у нас на соседний отель, Golden Peak. Он чисто внешне, вот, примерно такой же, как этот. Практически, вот тут вот многие, много какие отели, они очень схожи между собой. То есть, вот, точно так же у них комнаты выглядят, примерно, как это. И балконы вот так же, значит, под углом, примерно, ну, 45 градусов, грубо говоря, да, значит, к морю обращены. То есть, ну, практически, ну, то есть, все номера, получается, значит, видом на море. Единственное, есть категория номеров, Front Sea View. Они, получается, с самого торца вот этого здания, значит, расположены. И там конкретно, значит, комната с окнами на море. Ну, они немножко подороже, и, ну, я не знаю, лично я не вижу смысла, как бы, переплачивать за такую категорию номеров. Балкон всем устраивает, хороший, в общем-то, просторный, в своей, как бы, мере. Из недостатка, что хочется сказать, нету сушилки для белья. То есть, обычно бывают такие, значит, небольшие сушилочки. И вот поэтому нам пришлось колхозить в ванной вот эту вот веревочку. А они, в принципе, есть. Если вот вы присмотритесь к соседнему номеру, к соседнему отелю, вернее, то вы вот увидите такие сушилочки, но они единичные, буквально вот. На верхнем самом этаже видно, что белье висит. И вот, получается, второй сверху этаж тоже, вот я вот вижу, висит белье. И вот в этом, значит, корпусе такие же тоже есть номера, где есть вот тут такая металлическая, значит, сушилка установлена. И можно, ну, элементарно, как бы, плавки, купальники повесить, и чтобы они высушились. Ну, полотенца, там, если мокрые, в крайнем случае. То есть, вот здесь этого нету, к сожалению. То есть, ну, вот это вот упущение, я все-таки считаю. Вот, благо, что вот я позаботился, взял с собой веревку и вот натянул ее, значит, банной. И можно немножко подсушить белье. Также вот есть здесь лампочка на балконе. Вот видите, горит. То есть, вечером можно выйти, спокойно посидеть на балкончике и при этом зажечь свет. Вот, что еще? По поводу интернета. Интернет, как и на всей территории, значит, берет в номере Wi-Fi, то есть, без проблем. Почти полная антенна, значит, есть. То есть, можно какие-то тут свои, там, письма, почту почитать, там, какие-то новости. То есть, проблем нет. Интернет берет в номере. Не надо ни на какой рецепшн бегать. То есть, не выходя из номера, можно всю информацию какую-то получить. Там, позвонить по скайпу родственникам, знакомым. Проблем нету. Очень в номере много зеркал. То есть, вот, раз, вот, зеркало перед входным, значит, в коридоре, напротив, вот, зеркало огромное, да, вот, как вы видите. Перед макияжным столиком есть зеркало. То есть, ну, в принципе, зеркалами не стали, значит, экономить и их тут предостаточно. Вот, вот, сама, непосредственно, значит, окно большое в ванну. То есть, оно тоже, в общем-то, красиво, эстетично выглядит. И, как бы, добавляет пространство, так сказать. Вот, сама кровать большая. Мне кажется, это, все-таки, еврокровать, которая 2,20 шириной. И здесь, как бы, без проблем можно вдвоем с ребенком, начать, спать. У кровати очень высокое, мягкое изголовье сделано. То есть, не будете стукаться головой, там, допустим, еще чем-то ударяться. То есть, очень удобно и комфортно, значит, можно здесь отдыхать. Лично, вот, мое первое впечатление, очень такое положительное. В данном номере из 15 отелей, где я отдыхал, Микаса, это наиболее такой качественный и, значит, комфортный. Из недостатков, да. Ну, вот, мне что-то не совсем понятно, зачем вот эти вот пупырышки сделаны на тумбочках. Что это здесь ставится сюда должно, я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, это, ладно, это местные, видимо, какие-то заморочки, значит, местных дизайнеров. Ну, сделали и сделали. А, еще хочу отметить, резеточки, значит, в номере универсальные. Они, как под европейскую вилку сделаны и, как под азиатскую. То есть, вот у меня китайский зарядник для телефона, то есть, без проблем я могу им пользоваться, безо всяких, значит, переходников. То есть, очень удобно. То есть, об этом, значит, этот момент очень хорошо продумали, что гости из всех регионов, значит, нашей необъятной планеты отдыхали с комфортом. Вот, так, про недостатки. Значит, мне вот не совсем понятно. У нас очень много вещей, да, и вот лежат они вот так вот просто тупо на полках. То есть, нету в шкафу каких-то разграничений, отделов, куда можно, значит, какую-то одежду сложить. Каких-то полочек, еще чего-то. То есть, с вешалками порядок полный. А вот конкретно с полочек я вот не наблюдаю, к сожалению. Вот, это раз. Но это не критичный, в общем-то, недостаток. Более критичный недостаток, я все-таки считаю, значит, это очень плохая шумоизоляция. То есть, номера, значит, отели, номера, которые расположены в таких вот больших высоких зданиях, это все-таки их общий такой большой недостаток, что у них шумоизоляции проблемы. Очень много чего слышно в номере. То есть, даже вот вечером лег спать, там, допустим, часов в 11, то есть, кто-то рядом телевизор смотрит, все это слышно. То есть, ну, как-то вообще не совсем это приятно. Там часов в 12 все более-менее, значит, ложатся. И тогда, значит, можно как-то, значит, спокойно засыпать. Вечером бывает, значит, какой-то шум непонятный. Тоже вот какие-то технологические тут процессы работают, что ли. Я что-то не совсем понял. Внизу вроде бы ничего тут нету. Просто как бы, ну, номер и номер, да. Балкончики у всех примерно одни и те же. А вот что-то какой-то шум есть непонятный. Ну, это тоже я как бы отнесу к шумоизоляции. Такой не... Выполненной небожным образом. Стены, понятно, что тонкие. И все, в общем, очень хорошо слышно. Особенно кто-то, если вот так вот стулья двигает, все это вообще просто очень сильно отдается в номере со светом. Здесь вообще все просто шикарно. Есть вот такая интересная подсветочка. Вот, видите. Сейчас я что-то конца прикрою. Вот так вот, наверное, будет видно. Прямоугольник такой вокруг телевизора освещается. Реально качественный. Красиво так выглядит. Ну, на самом деле, постарались, сделали максимально, значит, комфортное пребывание для, значит, гостей. Да, вот еще самый большой недостаток, который нам пришлось, значит, столкнуться. Периодически дуют сильные ветра, значит, в данном регионе сейчас, да. И вот в этой вот двери сверху, значит, вот это вот место, вот это вот щель, она не плотная. И здесь очень сильно сифонит ветер. Во-первых, сразу же в номере становится холодно ночью. Это раз. И очень шумно. То есть, гул стоит такой характерный. Мы, значит, попросили, значит, чтобы нам вот тут это все это затыкали. Проблему они эту знают, в курсе. И, то есть, отреагировали моментально. То есть, вот такое упущение есть, к сожалению. Ну, ладно, это тоже, в принципе, значит, только в зимний период, когда ветра, этот недостаток проявляется. А так, в принципе, когда ветра особо нету, это не страшно. Ну, еще добавлю недостатка, что, значит, пол такой довольно-таки холодный. То есть, он выполнен, значит, из плитки сделан. То есть, в принципе, она, как бы, такая хорошая, качественная. Ну, вот, надо ходить только в тапочках. Реально, босыми ногами ходить. Очень холодно. И, как бы, никаких ни половиков, ничего тут не предусмотрено. Так что, благо, вот они тапочки кладут. Их надо одевать. Еще, значит, скажу такой момент с уборкой номера. То есть, как-то тут они непонятно их убирают. Мы вот несколько дней, ну, дней 5, наверное, жили. И нам, значит, никак не могли убрать номер. Мы, как только с моря придем после обеда, они сразу же видят, что мы пришли. И начинают что-то суетиться. Ну, мы, естественно, их разворачиваем, что говорим, все, ладно, не надо. Мы, как бы, отдыхать хотим. Есть у них такая услуга. Значит, нужно подойти к русскоговорящему гиду. И сказать, что мы хотим, чтобы наш номер убирали с 9, например, до часу. То есть, и вот в этот период времени вам конкретно будут убирать номер. То есть, вы там, значит, на море отдохнете, позагораете. Перекусите и придете, уже номер будет убранный. То есть, это у них реально работает. То есть, если у вас подобного плана проблемы возникнут, то есть, обязательно, значит, скажите на рецепшене, и вам будет удобное, значит, для вас время прибирать номер. Также, значит, руководством отеля нам был предоставлен небольшой презент по поводу дня рождения моей супруги. Вот таким образом он выглядит. Украшен красивой розочкой, настоящим цветком, небольшим тортиком, на котором даже написали, хэппи-бердой. Бутылочкой, значит, вьетнамского вина, красного. Это реально вьетнамское вино. Ванг да лат. Сейчас мы его попробуем. Значит, также тарелка с фруктами. Значит, тут арбузики, дракон, ананасики, мандаринка порезанная и фисташки. Также, значит, нам дали сертификат на 500 тысяч донгов в ювелирный магазин «Принцесс». Но только он действителен. С одной стороны написано от суммы 3 миллиона, а с другой стороны от суммы 5 миллионов. Ну, не знаю, нам он точно вряд ли пригодится. И также вот такую небольшую карточку поздравлений с днем рождения, значит, отель «Свандор». Очень приятно. Отель пытается, значит, держать марку. Не просто так какие-то принесли вкусняшки, а вот, можно сказать, целый, значит, вечерний ужин. Можно, значит, устроить в номере отеля. Мы приятно удивлены. Продолжение следует...